52 заболевших и 28 выздоровевших. Эпидситуация в Селетиногар-Ленигорского района выправляется. По словам местного врача, Хатун и Теховый эпик заболеваемости пришелся на середину октября. Основная масса зародившихся лечится амбулаторно. При необходимости больных госпитализируют в столичную больницу. На сегодняшний день у нас 52 заболевших. Из них 12 лечатся в красной зоне Республиканского многопрофильного центра. Есть и выздоровевшие. Ситуация уже идет к спаду, потому что больные выздоравливают, намечается спад уже. Какая возрастная категория в основном болеет? Болеют и дети, болеют люди среднего возраста, болеют пожилые тоже. Уход за больными осуществляли 9 медсестер и один врач. Но, к сожалению, опасный вирус не щадит никого, и коронавирус подхватили сразу 4 медработника. ПЦР-тесты жители Селетиногар могут сдать в местной амбулатории. После они доставляются в город Схинвал. Если результат положительный, больной вместе с членами семьи переходит на самоизоляцию. Больные на домашней изоляции, у которого подтвержденный диагноз, они все на домашней изоляции. Проверяет это наша милиция. Мы им сообщаем новых заболевших, передаем все сведения им, когда выявляем новых, и потом они их предупреждают. Больные находятся под пристальным вниманием врачей. При необходимости проведения компьютерной томографии пациентов привозят в РММЦ. Уложить мы не имеем такую возможность. Поэтому, если те больные, которые нуждаются в госпитализации, мы их сразу направляем в Схинвал. Отвозим на нашей машине скорой помощи. Мы отвозим их на КТ тоже на нашей машине скорой помощи. И для госпитализации тоже применяется наша машина. Заведующая Цинагарской врачебной амбулаторией несколько раз в неделю дежурит в близлежащих сёлах. Там обстановка по сравнению с селением Цинагар спокойнее. Четверо заболевших в селе Орчосан и трое в монастырь. Агунда Губозова, Дион Итехов. Информационный выпуск. Сегодня.